Всем хороши немецкие автомобили. Одно плохо. Как правило, на всех немецких автомобилях очень большие лошадиные силы. А если большие лошадиные силы, то огромный транспортный налог, который платить как-то нашему губернатору мне не очень хочется. Отличные американские автомобили. Только вот их привезти невозможно, потому что у них объемы, извините, от трех литров и больше. Опять же растаможка, опять же платить не хочется. И у нас возникает единственный вариант. Купить себе корейский автомобиль. Потому что это американский размер, небольшая мощность и при этом все то, что нужно для автомобиля. Единственное нам, что очень хочется, как вот из корейского автомобиля сделать отечественный автомобиль, чтобы его обслуживать было по цене ровно столько же и не больше. И вот АвтоВосток, помните, сеть у нас такая в городе есть, различная реклама была. Теперь АвтоВосток появляется в автостопе и анонсирует появление своего самого крупного магазина здесь, на Ленина, 133. Теперь, сегодня и сейчас можно спокойно утверждать, что обслуживать корейский автомобиль ничем не дороже, чем отечественный. А вот теперь появилась у вас возможность посмотреть, как надо делать бизнес на запчастях. Ну, конечно, понятно, что сначала человеку надо было хавать, потом одеваться, потом уже думать о железках. А сетевики сегодня успешно сожрали хавателей, шмотки сейчас по безумной цене покупают безбашенные. А количество машин всего в 5 раз меньше, чем количество жителей, заставляет задуматься о запчастях. И как-то так получилось, что в основном народ-то выбирает недорогих немцев и японцев. Корея, извините, рулит. А в Корее что хорошо? Ну, практически один производитель местный и один американский. Ни тот, ни другой, кстати, на запчастях не зарабатывает. И, естественно, есть возможность в один магнитогорский магазин, точнее, в сеть, закупить практически все. Автомобильный бизнес, он ведь такой. То есть поставил компьютер, сидишь на заказе, шелушишь денежку, потом придумываешь, клиента лечишь. Вы мне дали возможность по складу походить. Я обратил внимание, что на корейские автомобили есть не только расходный материал, но и, допустим, бампера, фары. Даже внутренняя жестянка есть, которую обычно снаружи ты не видишь. Это для чего сделано? Ну, во-первых, чтобы помочь клиенту. Потому что корейских автомобилей в городе очень много. И стараемся держать и расходники, и кузовные запчасти. Чтобы было все в наличии. То есть корейский автомобиль сейчас это то же самое, что у вас? Так что получается, благодаря вам? Практически да. То есть любая запчасть, почти любая запчасть есть в наличии. Для любого корейского автомобиля. Но, к сожалению, так получается, что люди ездят и не всегда аккуратно. ДТП, подушки подвесные рвутся, радиаторы. Это обыкновенное дело, это жизнь, что делать? Благодаря вам жизнь становится попроще? Конечно. А если, допустим, денег сейчас не хватило? У нас есть кредитные условия, то есть можем предоставить кредит. Поможем и в этом случае. Почему же мы выбираем корейцев? Да все, по сути, очень просто. Существует четыре базовые платформы. Это то, из чего внутри сделана машина. То есть расходники все, по сути, едины. Теперь обвес. В справедливости скажем, что все распространенные корейцы – это копейки, по сути. Бампера, фары, капоты и крылья. Крылья, к примеру, в Автовостоке чуть дороже 100 долларов. Но, естественно, лучше дурака пропустить, и пусть вы и правы, а он ваш начальник. Не надо, ребята. Это его личное больное эго, и этот столб себе найдет. А эксплуатировать корейца задешево проще с Автовосток. Монополия на корейские запчасти – это хорошо. Я вообще начал поддерживать монополию. Мне больше не нравится вот эта обилие магазинов. В основном, нехороших. Вы еще решили, чем народ придавить? Тем, что в наличии держим колодки на всем марке автомобилей. Буквально все? Буквально все. Американские, японские, все производители. То есть, если колодка захрустела, один вариант к вам ехать? Один вариант к нам. Да, это дивный совет уже для всех. Замена колодок вовремя – это Zergut или Very Good в английском варианте. Или по-русски просто зашибись. Головняк снят. И это ли не дело? Когда другие скулят, Автовосток развивается во многом на радость тем горожанам, которые перестали гнаться за понтами, а просто получают удовольствие от достойных корейских авто. Но и это ли не счастье? Такие смешные цены. Прокладки дешевле, чем на Автоваз. Есть возможность и автослесарям заработать вместе с Автовосток. Для этого просто работаете с ними, получаете 15-процентную скидку на запасные части. Ну и для тех, кто все-таки не ездит так аккуратно, как хотелось бы. Если вы не можете привезти лобовое стекло, капот, жестянку любую, вам ее доставят, причем сделают это абсолютно бесплатно. Ну и мой любимый русский стандарт. Банк, который вот меня ни разу не колебал, хотя и просрочки были. Пожалуйста, в кредит запчасти. Поэтому работайте вместе с Автовосток. Приезжайте сюда на Ленина 133. И делайте вот такие глаза от ассортимента и от цен.